Маленькая Арина боится врачей. Много их было у нее, но на приеме у екатеринбургских специалистов девочка даже разыгралась. Не бегай, доченька, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Раньше мама Арины возила девочку к врачам в Екатеринбург. В этот раз ехать с больным ребенком не пришлось. Профессиональную консультацию получили прямо в детской поликлинике городской больницы. Прием очень понравился. Врач действительно квалифицированный. Приятно была удивлена. И все, что я хотела услышать, я услышала. Родителям этой девушки после нескольких приступов пришлось везти дочь на обследование в Екатеринбург. Проведенные исследования и лечение помогли. Стало лучше. Но потребовалось продолжить лечение. Вот как раз весной нам надо было ехать в Екатеринбург опять. Нам позвонили, сказали, что врачи приезжают сами с Екатеринбурга и нас здесь обследовали. Через полгода опять нужно будет обследоваться. Но если хорошо, если приедут по новой, здесь обследуются, то будет очень хорошо. Что ехать никуда не надо будет. Такую полезную акцию организовали в детской поликлинике городской больницы. Чтобы не выезжая из города, родители смогли обследовать своих детей и получить консультацию. Прием проводится в два этапа. Сначала в Губкинске приехали врачи функциональной диагностики из Екатеринбурга. У нас было обследовано 48 детей. Проводились виды обследования электромиографии, электроэнцефалографии и УЗДГ сосудов головного мозга. По результатам этого обследования, по договору, заключенным с этой клиникой института мозга, к нам сегодня прибыл специалист невролог-эпилептолог. Екатеринбургский клинический институт мозга широко известен своими специалистами. Врачи занимаются лечением неврологических заболеваний. В наш город пригласили детского невролога-эпилептолога. Такого врача в округе нет. Подбирали детей с наиболее тяжелой патологией. Всем нужно помочь, ведь заболевания мозга при несвоевременном лечении приводят к необратимым последствиям. Это объект, который нуждается еще в познавании и познавании. Не все далеко там известно, как и что происходит. Но медицина развивается, не стоит на месте. Многое становится более доступно с тем, что стало вот та же более доступна МРТ. МРТ по сосудистым программам. То есть мы находим много различных мальформаций того, чего раньше не видели. Находим причины заболеваний, той же эпилепсии, например, на МРТ. Прием невролога-эпилептолога рассчитан на полчаса. За это время врач после проведенных исследований уточняет диагноз, консультирует пациентов и расписывает лечение. По дальнейшему лечению, по нуждаемости в каком-то дообследовании, если оно нужно, у них не сделано. И рекомендации по контролю к дальнейшему, когда нужно подойти на прием. Детям с особо тяжелыми заболеваниями, при которых невозможно помочь в Губкинской больнице, будут выписаны направления в другие специализированные клиники. Некоторые дети, может быть, поедут в клинику, в их клинику, в институты головного мозга. Какие-то дети, может быть, в другие клиники поедут. То есть по результатам этого обследования будут решаться вопросы о дальнейшей реабилитации, необходимости лечения, стационарного обследования, дальнейшая тактика лечения детей с органической патологией головного мозга, с пограничными состояниями, с эпилепсией. Эта акция прошла в Губкинском впервые. В дальнейшем администрация больницы будет решать. Если в этом будет необходимость и приезды специалистов помогут ставить точные диагнозы, то такие акции продолжатся. Надежда Кияшко, Александр Анфимов, Новости Губкинского.